О том, каким этот дом был до ремонта, его жителям остается только вспоминать. И слава богу, говорят они. Мы рады, конечно, нам сделали фасад. У нас трещины были главной проблемой. Очень большие, глубокие трещины. Трещины эти, объясняют строители, появились из-за возраста дома и потому, что старый фундамент дает просадку. Это учли и для ремонта использовали современные материалы. Грунт, который упрочняет поверхность и латексную краску. Особенность ее в том, что она тянется как резина. Эта краска в силу своих свойств, эластичности, не дает возможности появлению микротрещин. То есть позволяет более длительный срок работать с покрытием на фасаде и иметь более длительный товарный вид. Подрядчик выбора материалов остался доволен. Хоть и переплатил, зато за качество отвечает. Я сколько знаю, 62 даже рубля за килограмм уже уколированы вот этим цветом есть. А эта краска где-то 250 за килограмм, понимаете? Ну а она, например, долговечная. Я получу меньше прибыли, но буду спать спокойнее. За свой новый фасад, а главное, современные и долговечные материалы, которые здесь использовались, сами жители не заплатили ни копейки. Дом был отремонтирован по программе подготовки к чемпионату мира, потому что здание расположено на гостевом маршруте, который проходит как раз вдоль улицы Новосадовая. Ремонт обошелся областному бюджету в 5,5 миллионов рублей. Кроме фасада здесь восстановили лепнину и козырьки подъездов, заменили водосточные трубы. Сделали все за два месяца, качественно так, что ни одной претензии на приемки. Эта сталинка – одна из 64 домов, которые в этом году обрели новое лицо. На следующий год планируется еще отремонтировать порядка 90 многоквартирных домов. В основном это гостевые маршруты, находящиеся по адресам по улице Новосадовая, Московское шоссе и Волжский проспект. Речь идет только о тех домах, где заказчик – фонд капитального ремонта. Всего же по программе подготовки к чемпионату мира в Самаре приведут в порядок больше 800 фасадов. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...